здравствуйте здравствуйте дорогие друзья как я рад вас видеть ну как я рад вас видеть как обычно я рад вас видеть надеюсь что вы тоже как обычно безумно рады встрече с прекрасным с прекрасным мной с прекрасной музыкой я благодарю вас за то что вы пишете комментарии за то что поддерживаете материале на канал и за то что ставите лайки это тоже так принято в этом интернет пространстве ну вообще за все за все тебя благодарю такая советская песня не помню как назывался ну и прошу обратить внимание на плейлисты потому что очень много просьб поступает в комментариях о той или иной пластинки роликов уже снято больше 500 поэтому посмотрите может быть уже ваш любимый пластинка есть здесь здесь но тем не менее просьбы по мере возможности я выполняю если так случается что пластинка которую вы хотите увидеть есть у меня вот в тех шкафах и в тех шкафах которых не видно на экране то я с удовольствием ее показываю потому что все те пластинки которые есть у меня дома я их все люблю пластинок которые не люблю практически нет но за редким исключением потому что но есть такие пластинки которые я безумно любил в детстве и для меня они являлись культом просто не только для меня атом для одноклассников когда в школе учился еще все сходили с ума например там по первому альбому группы rainbow он у меня есть оригинальный английский настоящий я как-нибудь покажу и расскажу про него но я не люблю эту музыку совсем сейчас уже сто лет и не слушал а вот эту музыку я не могу сказать что слушаю часто потому что нового я ее уже отслушал свое время очень внимательно очень много очень долго очень вдумчиво тоже когда в школе еще учился познакомился с этим альбом таркус эмерсон лайкон палмер 1971 год вот если что если если кто-то сомневается вот это такой есть еще вот такой да чем они отличаются но звуком они отличаются это ремастеринг стивена вилсона здесь и оригинальный альбом и ремастерами ну а это оригинальный старый стародавний красавец что я могу сказать об этой пластинке ничего кроме хорошего я обычно все хвалю да ну потому что все-таки любимые альбомы показываю но иногда пускаю какие-то комментарии не очень лицеприятные здесь же нет таких комментариев нет и я с детских лет со школьных я повторяю люблю очень этот альбом и не только я вообще народные массы он считается одним из лучших если не лучшим многие пишут это самый лучший альбом эмерсон лайкон палмер я бы не сказал что это самый-самый лучший потому что там первые пять альбомов они все прекрасны как ни крути а что касаемо вот этой пластике ну все знают да что первую сторону занимает 20-минутная сюита под названием таркус таркус такое ну для всех кто не знает такое странное существо наполовину биологическое наполовину механическое и называется она таркус от слияние слов я уже забыл каких по моему одно слово танк второе тартар тартар это значит преисподне может быть и не танк первое слово но выглядит он как танк все равно да времен первой мировой войны и использование идет о том как это существо этот самый таркус боролся с другими существами злобными их здесь много они все здесь изображены и вот это беспрерывная череда битв на протяжении 20 с лишним минут она очень живописно с точки зрения музыки и я вернусь к тому почему этот альбом мне очень нравится и почему он в определенном смысле слова уникален потому что вот это вот 20-минутная история она проходит для слуха быстрее чем любая другая длинная композиция чем у группы есть чем у дженесис там у кого угодно у софт машин там кого не возьмите вот когда композиция на всю сторону идет звучит больше 20 минут это самая короткая пьеса не в смысле хронометража в смысле восприятия то есть она пролетает так раз и все его уже боже 20 минут прошло насколько незаметно она пролетает это я по собственному опыту говорю просто я но я слушаю сравниваю и то есть вот ставишь иглу да на пластинку или там включаешь компакт-деск раз 20 минут как не бывало мгновенно проносится вот это из настолько она изобретательна настолько каждая часть талантлива и и без безумно как-то красиво сыграно что вот просто с дикой скоростью проносится эти 20 минут очень здорово ну пластинка была записана всеми с первым да по моему вышла то она всеми с первым мы когда ее писали я боюсь сказать я не не лес в источники фото в данном случае ни в какие по моему 71 писать писали я помню что записали за шесть дней всего записали же за шесть дней и потом то ли три то ли четыре месяца ее сводили ну сводили доводили так сказать там все это всю такую творческую работу делали настоящие вот и начали сочинять во время тура посвященному посвященного первому альбому который назывался просто эмирс и лекан палмер который мне очень нравится тоже очень хорошая пластинка во время тура значит начали придумывать эту историю причем грек лейк едва не ушел из группы едва группа не прекратил свое существование потому что когда эмирсон сделал наброски заглавной композиции вот этот самый таркус показал лейку и палмеру лейк сказал что это вообще никуда это нет это мне не нравится я этим заниматься не буду и вообще если так пойдет я вообще от вас уйду ребята потому что это не моя музыка совсем но здесь подключились работники рекорд-компанию катушка с которой был контракт у группы скажешь нет брать так дело не пойдет у тебя есть договорчик давай-ка его выполнять ну и влияние музыкантов эмирсона и палмера тоже свою роль сыграла и лейк послушал послушал и в общем ему понравилось и все состоялось но при этом лейк сказал что я буду сам продюсировать тогда уж если так то давайте я займусь продюсируем и он спродюсировал эту пластинку полностью помогал ему инженер эдди оффорд известный да по группе yes ну по работе с группой естом и многими другими и получилось очень хорошо очень хорошо ремастеринг стивена вылсона он тоже очень хороший я люблю то что делает уилсон и в рамках собственных музыкальных проектов и в рамках его работы по ремастерингу классического арт-рока но в данном случае мне не понравился ремастеринг вилсона не знаю почему хотя вот я вчера сегодня переслушала эти пластинки и переслушивал только ремастеринг а помню когда я купил вот ремастерованный альбом и после оригинального послушал мне не понравился потому что он мне показалось каким-то сухим как-то барабаны не так звучат как-то все но я привык просто к этой штуке хотя все остальные работы вилсона мне нравится и с джет ротал из кинг римсон там с кем угодно все хорошо а это почему-то не пошел но вот я говорю вчера и сегодня я переслушала петри мастеринг нет все хорошо все понравилось да это первое впечатление было такое странно ну что тут говорить вот этот вот этот мгновенно пролетающий таркус который начинается с извержения вулкана грандиозные эти звуки гигантские которые просто визуализируют вулкан извержение этого вулкана и вот эти вот сложный размер игры на органчике эмерсона очень круто и в результате извержения вулкана появляется яйцо из которого вылупляется вот этот самый таркус вот он вылупился рапшин называется это произведение да эта часть и потом stones of years прекрасно поет лейк тяжелая в общем по звуку тяжелая по груву к медленная песня очень красивая с замечательным голосом лейка с прекрасным соло синкопированным таким на органе в середине под эту песню помню мы танцевали в пионерском лагере под эту часть я ее вырезал ну по мере возможности там да монтировал на магнитофоне каком-то монофоническом запускал его в эфир на танцах и мы танцевали под этот самый stones of years очень красивая штука но потом iconoclast идет вставочка эмерсона такая достаточно шизофреническая но очень красиво и масс грандиозная масса это очередное чудовище с которым борется наш таркус очень красивая опять-таки тяжелая достаточно вещь такая средне темповая и просто на урок такой рок на обработанных клавишах разного рода там этих клавиш я не знаю сколько используется очень очень просто вот красиво красиво и это такая штука что музыка серьезная вроде сложная серьезная а воспринимается как такая хорошая с большой буквы п поп-музыка то есть она доходчиво она такая понятная внятны даже школьники я помню в школе учились в пионерском лагере да я на танцах стоял все катила просто здорово и мрзлой кэнд паунер до сложный арт-рок сложный арт-рок детским ухом воспринимается на ура очень вот какой-то вот найдено вот это вот так и такая грань через которыми с лагерами не переходит не уходит в какие-то совсем сложные вещи все-таки это боюсь произнести второй раз все-таки это поп-музыка очень высококачественная очень просто настолько хорошая до мантикор дальше идет и better field лэйк поет гимнообразная вещь очень тоже тяжелая сложная лэйк еще и на гитаре здесь играет на электрической помимо акустической где там местами проскакивает очень красиво ну и в конце акватаркус акватаркус проигрывает битву мантикору а мантикор это такое чудовище это лев с головой человека и с хвостом скорпиона он тут нарисован тоже в серединке и общем мантикор таркус побеждает и таркус как бы тонет как бы уезжает на своих гусеницах в пучину морскую ну и в конце опять реприза идет вот эта самая рапшин с огромными гигантского размера звуками красота ну а вторая сторона она хоть и состоит из шести песен вместо одной двадцатиминутной но она ну совсем не хуже чем этот самый таркус и она очень интересный джереми бендер такая джазовая около джазовая штучка с дело в том что не очень прилично произносить о чем эта штука повествует потому что ну потому что такие правила сейчас сложились что об этом говорить неприлично публично да я не говорил просто захотите поищите поймете смысловое содержание этой веселой песни ну это примерно как арнольд лейн у пинк флойд я не буду даже произносить что там о чем там говорится bitches crystal в отличие от веселый развязные ироничные и разнузданной джереми бендер это такая жесткая роковая штука с основой на барабаны и очень красиво он левые гимн орган красота и около какие-то такие кафедральный собор сразу такой представляется далек поет опять в середине фортепианное слово изумительное классическое просто infinite space немножко шизофрении немножко дерганого ритма и time and the place тут уже лейк разгулялся вовсю то есть если мы любим медленные песни грега лейка то это такой апогей просто квинтэссенция вот этой лирики лейковской но она тяжелая она такая сопровождение всей мощной огромной из трех человек состоящей группы с барабанами палмера с миллионом клавишных задумок эмерсона очень красиво ну и в конце чтобы с ума не сошли уже окончательно слушатели are you ready ready замечательно рок-н-ролл потому что эмерсон был парнем с отличным чувством юмора и любил джаз и рок-н-ролл поэтому тут опять-таки всем сестрам по серьгам очень люблю эту пластинку и советую всем тем у кого ее нет обязательно ее приобрести в том или ином виде неважно компакт диск винил абсолютно ребята неважно потому что как сказал замечательный гитарист явно керман с которыми как-то общался из группы focus он сказал что какая разница но тоже те же вот так я пошел пить пока